Ольга, запись. Начинаем. Когда мы еще подключаемся и собираемся, позвольте несколько водных слов таких сказать. Возможно, вы слышите мой голос, который сегодня, не знаю, насколько он трансовый, он немного присел, у меня акклиматизация, я прилетела из Индии, я была в паломничестве, и сейчас мое тело как-то вот не успевает трансформироваться, и очень похоже на бронхит, что-то такое. Поэтому, может быть, кого-то мой голос будет мешать погрузиться в глубокое трансовое состояние, а может быть, наоборот, именно вот такой гнусавый голос позволит контроль ума выключить, и вы сразу попадете в глубины вашей памяти. И я вам хочу рассказать об этой технике ведомая медитация «Галерея жизни». Сегодня я ее дам здесь в эфире, и вы ее можете в записи, потом переслушать в любой момент, когда вам будет удобно. А 10 числа, следующее воскресенье, мы в студии Йоги Прэма встречаемся очно. У нас двух с половиной часовая мини-группа, где я буду очно эту же технику вам давать, где вы можете в живой энергии погрузиться или пройти повторно, если захотите. И смысл вот этого мини-группы у меня такой, что первую часть мини-группы – это будет ведомая медитация «Галерея жизни», а вторую часть мы сделаем расстановочную работу на фигурках, на расстановочных фигурках. Я их очень люблю как расстановщик. Почему? Потому что, может быть, те части души или те темы, которые поднимутся в трансовой технике, вы захотите их собрать потом в гешталь. А может, это будет какая-то другая тема. Ну, в общем, за одну мини-группу можно получить две техники – и трансовую, и расстановочную. Это два таких моих любимых инструмента самопомощи. И чуть больше скажу о первой части ведомой медитации «Галерея жизни». В основе нас лежит чистая энергия. Никто не будет спорить с этим. Все наши физические воплощения – это суть получения опыта для нашего самосовершенствования, для совершенствования нашей души. Есть такое высказывание Уинстона Черчилля. Он говорил, чем больше ты можешь заглянуть назад, тем дальше, вперед можешь увидеть. Или иными словами, переводя на наш язык, зная свое прошлое, возможно смоделировать лучшее свое будущее. И если я буду немного хрипеть, я буду делать паузу. Главное не закашлять в микрофон. И последнее время вот эта мысль о том, что мы так долго тратим время на то, что ходим туда-назад и очень долго задерживаемся там в прошлом. И хочется как будто развернуть фокус внимания туда-вперед, в будущее. Или творите свое будущее здесь и сейчас. Быть сотворцами своей реальности. Или лучшую версию себя. Поэтому туда-назад мы ходим в прошлое, в прошлые жизни для того, чтобы вытащить что-то необходимое для нашей нынешней жизни. Может быть это ресурс, а может быть это дар. И вот ведомая медитация, галерея жизни, позволяет нам как раз заглянуть в глубины подсознания, открывая доступ к прошлому, где формировалось наше сегодняшнее поведение или отношение к жизни. И пересмотр прошлого в жизни, такое переосмысление помогает понять многие моменты теперешних ситуаций, нынешних ситуаций. Откуда берутся болезни, про успехы и про неудачи, про партнерские отношения или про их отсутствие. Про то, почему с нами именно эти люди. Вот для чего многие ситуации приходят в нашу жизнь, а какие-то, которые мы желаем, не приходят. Ведомая медитация, галерея жизни, может раскрыть корни проблемы, лежащие в глубине памяти души, в глубине памяти души, как в архиве. Позволяет обнаружить и исцелить травмы или комплексы, что ведет к более глубокому освобождению от страданий и к личностному росту соответственно. Поэтому в ходе практики вы можете увидеть важные периоды своей нынешней жизни здесь и сейчас. Изучить первопричины данной ситуации или той темы, которую вы сформулируете как запрос или вопрос или намерение. Может быть, вы вспомните уроки прошлого. Соберете себя в более целостную картину. Целостную. Исцелите или примирите те частички души, которые, возможно, там воюют в вашей психике внутри нас. Ощутите лучшее самопонимание, самопознание, принятие себя. Поэтому я очень люблю такие глубокие погружения в наше бессознательное. Мне кажется, это очень экологичная техника. Мы просто разворачиваем фокус внимания вовнутрь. И, может быть, сейчас, когда я вас буду вести своим голосом, может быть, вы будете фокусировать свое внимание не на вибрациях, не на темборе голоса, а именно на тех образах, о которых я говорю. И на вашем внутреннем экране будут возникать именно те образы, всплывать те картинки, которые связаны с вашим нынешним запросом. Если у вас есть трудности сформулировать запрос, используйте слово «важный» или «актуальный». Прошу свое бессознательное или свою глубинную память показать мне актуальное. Актуальное на здесь и сейчас. Или важное, ту важную, значимую реальность, в которой есть ответы, ключики. К нынешней ситуации. Поэтому ведомая медитация «Галерея жизни» – это трансовая техника. Трансовая. Она улучшает качество жизни не только физическое, энергетическое, психоэмоциональное. Через что? Через наше ментальное путешествие. Ну, то есть через те слова, которые придают направление нашему путешествию. И когда ты понимаешь, ну, куда идешь, какой запрос, что тебя ведет и как это отражается на твоей нынешней или дальнейшей жизни, тогда ты принимаешь этот момент как подарок, этот момент жизни как подарок судьбы, как повод накопить опыт, возможно, испытание, которое нужно пройти. Например, я себя сейчас спрашиваю, Оля, а что такое, что у тебя с голосом, с бронхитом, почему такая психосоматика? Мне не свойственно простудные заболевания, я не болею сезонными никакими. А тут прям такая глубина, да, глубина. Все, что у нас связано с легкими, если вы знаете по психосоматике, это как будто не хватает мужества, смелости, храбрости во что-то смотреть, во что-то тяжелое, во что-то грустное. Потому что в легких у нас чувство грусти, печали, скорби, тоски, апатии. И иногда, когда мы либо не успеваем переварить весь тот поток информации, который сыпется, либо он слишком интенсивен для нас, тогда тело может давать такую психосоматику. И вот я задаюсь этим вопросом, да, почему у меня болит горло там, или почему там в центре груди у меня такое, прям надрыв. Какую-то часть ответов, конечно, я уже получила, но какую-то часть ответов я получу и после этой техники тоже, которую сейчас с вами проделаю. Так вот, я вам сказала про первую часть, которую мы сделаем на мини-тренинге 10 декабря. А вторая часть будет расстановочная практика на фигурках. У меня несколько расстановочных мешочков, поэтому всем хватит. И я назвала это творец своей реальности. То есть каждый выберет и сберет определенное количество фигурок или частей той темы, в которую сейчас направлен интерес и создаст лучший психоэмоциональный отклик. А расстановки как метод или как системно такой феноменологический подход, как философия жизни, он охватывает, конечно, разные, разнообразные сферы жизни. И культурные, и личностные, и религиозные, и социальные. Поэтому мы можем смотреть много шире, чем только наша личность. И расстановки уже давным-давно зарекомендовали себя как эффективный метод краткосрочной психотерапии. Многие, может быть, полагают, дорогие друзья, что психокоррекция наших состояний носит какой-то длинный характер или долгосрочную терапию. Но использование метода семейно-системных расстановок, в частности, индивидуальные расстановочные терапии, дают нам конкретные результаты в малые сроки. Поэтому это и называется краткосрочная психотерапия. Когда у нас есть запрос, тема, и на выходе мы имеем состояние лучшее по тому запросу, который сформулировали на входе. Поэтому вот у участников будет возможность исследовать этот инструмент, попробовать, как это заходит, не заходит, работает. Можно с любой темой, с любым запросом. В группе будет у каждого участника возможность исследовать этот инструмент самопомощи. И что еще хочу сказать. Сегодня 1 декабря, и мы подходим к концу года. Мы целый год работали с вами, встречались в разных форматах. И в открытых эфирах, и в индивидуальных сессиях, и на конференции, и вебинарах. И Центр пробуждения отдает много психологических, эзотерических продуктов, которые вы можете выбирать по своему отклику. То, что вам подходит на данный момент. И я сегодняшним эфиром завершаю прямые эфиры декабрьские, 1 декабря. Завтра у меня 2 числа будет завтрак с психологом. Мы встречаемся в веганском кафе в такой неформальной обстановке, чтобы подвести итоги, пообщаться, обменяться чем-то ценным. Может быть сказать какие-то самые важные слова. И 10 числа вот у меня будет завершающая мини-группа. И к концу года, к концу месяца будем писать планы на следующее полугодие. Потому что пространство разворачивается так, что нужно уже планировать. И я сейчас делаю паузу и посмотрю в чат. У нас есть чат Центра пробуждения, где вы можете писать, задавать вопросы. И буквально через минуту мы будем готовы пойти в трансовую ведомую медитацию «Галерея жизни». Пожалуйста, приготовьтесь, как вам удобно. Либо вы будете сидеть, либо вы расположитесь горизонтально. Может быть вам понадобится повязка на глаза. Я не могу здесь включить музыку для того, чтобы более глубокий релакс с вами случился. Но вы можете устроить там для себя, по ту сторону экрана, то качество пространства, которое вам комфортно. Можете включить музыку или свечку, или палочку, или аромамасла. И, пожалуйста, будьте готовы в добрый путь. И, пожалуйста, сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Я буду обращаться к тебе на «ты». Обрати свое внимание. На движение воздуха над верхней губой. Движение воздуха над верхней губой. Обрати внимание, как во время вдоха более сухой, более резкий, более острый или холодный воздух входит в твое тело. А на выдохе более теплый, более влажный, мягкий воздух выходит из твоего тела. Понаблюдая за этим движением, дыханием, некоторое время. Я прошу тебя подумать о той теме, о том запросе, о той ситуации, в которой ты сейчас находишься, или которая для тебя является актуальной или важной, и в которой ты просишь высшей дружественной силы, свое бессознательное показать тебе наилучший экологичный, безопасный проход, разрешение. Разрешение – это приводящее к решению, к выходу из этой ситуации. И когда ты сформулировал или сформулировала свой запрос, пожалуйста, подумай о золотой сфере или о золотом шаре, который окружает твое тело. Ты можешь назвать это аурой. Посмотри, насколько она ровная, плотная, красивая. Ты силой своей мысли можешь выровнять и расширить эту золотую защитную сферу вокруг своего тела до тех оптимально комфортных размеров, как хочешь, как тебе будет приятно. И сейчас я прошу тебя почувствовать разные части тела. Я буду тебе их называть, а твоя задача будет давать команду этим частям тела расслабиться. Ну, например, ты будешь говорить «Я прошу расслабиться своим стопам». И ты направляешь внимание в свои стопы. И сейчас почувствуй свои стопы, почувствуй пальцы ног. Попроси их расслабиться. Или дай мысленную команду расслабиться. И в этот момент ты можешь почувствовать тёплую, приятную энергию, некое тепло, разливающееся по твоему телу. Может быть, даже лёгкое покалывание. Покалывание – это очень хороший процесс. А теперь расслабь ноги. Ты можешь сказать «Я прошу своим ногам расслабиться». Ты расслабляешь голени, бёдра, верхнюю поверхность бёдер, заднюю, внутреннюю, боковую. Ты можешь даже подумать, что из твоих стоп выходят энергетические нити. И они уходят глубоко-глубоко в землю. Как будто прорастают корни мирового древа. Это твоё заземление. Связь с матушкой-землёй. И таким образом ты надёжно стоишь в этой реальности. В этой земной реальности. Вот так. Хорошо. А сейчас, пожалуйста, расслабь своё тело. Туловище, живот, мышцы живота. Расслабь поясницу. Расслабь поясницу. Твоё тело – это как ствол мирового древа. Это реальная, проявленная, надёжная часть твоего существования. Дальше ты можешь расслабить голову, шею, затылок, макушку головы. Расслабь глаза и область вокруг глаз. Челюсти и подбородок. Тебе просто нужно следить за моим голосом и направлять туда своё внимание. Твои мысли, разум и голос – это как веточки тоненькие на верхушке этого мирового древа. Как листочки этого древа. Они могут находиться в движении. Иногда срываться и уноситься ветром. Похоже, ты в хорошем расслаблении. И сейчас, пожалуйста, представь, увидь или подумай, что ты видишь себя на вершине длинной золотой лестницы. Ты можешь видеть себя, чувствовать, ощущать, или ты просто знаешь – ты на вершине золотой лестницы. Она по спирали плавно спускается вниз и исчезает в серебристом тумане. Ты как будто на пороге открытия, раскрытия какой-то важной для себя тайны. Ты начинаешь спускаться смелее. Каждой ступенькой ты ощущаешь всё большую и большую расслабленность. Ты спускаешься всё ниже и ниже. Вокруг тишина. Спокойно ты спускаешься всё ниже и ниже по золотой лестнице. Ты идёшь всё дальше и дальше. Ниже и ниже. Ниже и ниже. И с каждой ступенькой ты расслабляешься всё больше и больше. Давно забытое приятное чувство расслабленности. И чем ниже ты спускаешься, тем сильнее у тебя ощущение лёгкости. Тебе кажется, что ты едва касаешься ступенек. Спускаясь всё ниже, ты становишься всё легче и испытываешь всё более приятное ощущение. И скоро тебя полностью окутывает в туман. Серебристый туман. Тёплый, мягкий. Никакого сопротивления. Ты доверяешь этому движению. Смелее. Прекрасные ощущения успокаивают тебя. Может быть, ты чувствуешь лёгкость и свободу. Как будто ты плывёшь по этим ступенькам вниз, как лёгкая область, которая спускается с небес. И внизу, в конце лестницы ты видишь, что туман начинает рассеиваться. И твои ноги касаются пола или земли. И ты пребываешь в полной расслабленности и в полном спокойствии. Ты внизу лестницы. Ты там. А сейчас ты начинаешь чувствовать, видеть, ощущать или просто знать, что ты в центре круглой комнаты. Представь, увидь, подумай или услышь. Ты в центре круглой комнаты. Напротив тебя массивная дубовая дверь. Рассмотри детали. Размер, цвет. Может быть, ты чувствуешь или ощущаешь комфорт, дискомфорт. Напротив тебя массивная дубовая дверь. Она притягивает тебя. И подходя поближе, ты видишь на двери свое имя. Ты осторожно протягиваешь руку. Пальцами касаешься букв. Делая это, ты понимаешь, что это твое имя. Может быть, оно на знакомом языке, а может, на незнакомом. Не спеши. Рассматривай. Массивная дубовная дверь. И твое имя на этой двери. И в следующее мгновение дверь распахивается. И все модальности восприятия начинают считывать информацию. Ты видишь, чувствуешь, знаешь. Или как-то еще. И ты видишь, что там впереди, за этой дверью, голубой или золотистый свет. Яркий свет. Этот свет окутывает тебя. Он проходит сквозь тебя. И приглашает тебя вступить через порог. Ты закрываешь глаза там, за закрытыми глазами. Возможно, ты ощущаешь радость, исходящую от этого света. Это дружелюбный свет. Ты делаешь вдох. И со следующим выдохом открываешь глаза и переступаешь порог двери. Смелее. Входи. Вот так. Хорошо. Дверь тихо за тобой закрывается. Голубой или золотой свет гаснет. И ты обнаруживаешь себя в каком-то помещении. Помещение, напоминающее старый склад картинной галереи. Старый склад картинной галереи. Тебя окружают предметы искусства. Со всех уголков мира. Со всех частей света. Здесь и скульптуры, и картины, и одежда, и книги. Оружие. И, может быть, другие вещи тоже. Но ты можешь заметить, что все эти вещи, они как-то знакомы тебе. Может быть, сначала ты подумал или подумала, что это какие-то исторические эпохи, предметы, относящиеся к историческим эпохам. Но, присмотревшись, ты понимаешь, что это твои предметы. Может быть, какие-то покрыты паутиной или пылью, а какие-то в более хорошем состоянии. Ты в комнате, похожей на склад. И эта комната разделена на секции. На секции. Каждая секция отражает определенный период. Может быть, ты узнаешь какие-то предметы из своего детства. Может быть, ты видишь любимую игрушку. Теперь тебе точно становится очевидно, понятно, что это галерея не мировой истории. Это галерея твоей жизни. Ты там. Эти предметы искусства, следы прошлого, которые помогли тебе стать тем, кем ты являешься сейчас. И когда ты осознаешь это, галерея погружается в темноту. За исключением маленького пространства света слева. Посмотри туда. Маленькое пространство света слева. Там слева ярко освещена свободно стоящая стена. Свободно стоящая стена. И ты направляешься к ней, размышляя над тем, что тебе предстоит узнать о себе там. Смелее. И когда ты подходишь к стене, ты видишь, что на ней висит портрет в натуральную величину, в массивной позолоченной раме. Возможно, черты лица на портрете еще немного расплывчатые. Но каким-то образом, подойдя ближе, сматриваясь, ты узнаешь на этом портрете себя. Да? Или кого? Кого? Кого ты видишь на этом портрете? И, может быть, ты слышишь такое понимание или внутренний голос, что это галерея твоей жизни. Здесь все напоминает тебе о твоем прошлом. Это поможет тебе понять, как ритмы прошлого влияют на твое настоящее. Прошлое, которое формирует твое настоящее. Пожалуйста, пристально посмотри на этот портрет. Может быть, изображение на портрете мерцает, как будто легкий ветерок дует на картину. Чем дольше дует этот ветерок, тем отчетливее проступает образ. Смотри. Чувствуй. Запоминай. Позволь информации приходить легко. Удели несколько мгновений этому портрету, изучению этого портрета. Рассмотри детали, костюм, цвет, краски, эмоции. Обрати внимание, какого пола человек на картине. Мужчина или женщина, ребенок или какое-то существо. Как ты смотришь на этот портрет? Что тебе становится ясно? Что ты знаешь об этом человеке? Если это человек. Что ты понимаешь? Богат он или беден? Знатного рода? Чем занимается? Какого возраста? Какая эпоха? Счастлив он или печален? Лицо на портрете точно тебе сообщает об этом. А сейчас, пожалуйста, переведи фокус своего внимания в правый верхний угол. Там есть медная пластинка. Медная пластинка на портрете в правом верхнем углу. Это дата. Рассмотри. Может быть, тебе откроются какие-то числа, знаки, дата. Ты протягиваешь руку, касаешься этой пластинки, ощупываешь каждую цифру по очереди. Запоминай. А сейчас ты переводишь свой взгляд в левый угол картины. Левый угол картины. И видишь там вторую медную пластинку. Вторую медную пластинку. И на ней написано место. Город, страна. Маленький город или большая страна. Протяни руку, коснись и этой надписи тоже. Считай, запоминай. А сейчас снова обрати свое внимание на лицо на портрете. И когда ты смотришь в лицо, ты замечаешь на заднем плане еще два образа. Может быть, мужской и женский. Может быть, два мужских или два женских. А может быть, детские. Посмотри туда дальше. На заднем плане есть еще что-то. Или кто-то. Они проявляются. Глядя на них. Может быть, ты вспоминаешь. Или узнаешь кого-то. Из своей нынешней жизни. Может быть, ты вспоминаешь даже. С какими отношениями эти два образа связаны с тобой в этом воплощении. Изучая их лица или чувства, эмоции, которыми ты связан или связана с ними. Подожди некоторое время, пока образы проявятся отчетливо. Оставайся там. Это безопасно. Помнишь, ты в золотой защитной сфере. И ты обращаешься к архиву своей памяти, в которой хранится вся эта информация. Это все уже когда-то было. И когда будет достаточно, или ты уже поймешь, что это за личности в твоем прошлом, пустить их лица, их образы станут неясными, начнут таять, размываться. И, может быть, что-то меняется, или становится иначе в твоем восприятии этого портрета. А сейчас пусть эти лица исчезнут. И единственное изображение, которое остается, это твое изображение. И когда ты смотришь на свой портрет, тебе кажется, что глаза оживают и обнимают тебя взглядом, как будто ты смотришь себе в глаза. И в этот момент над твоей головой или в твоей ауре появляется слово или фраза. Слово или фраза. Возможно, в этом слове или в этой фразе сформулирован смысл того, что прошлая жизнь дала тебе в настоящем. Я вернусь через минуту. Спасибо. 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 Да, фраза вернулась. И в моем горле тоже. Спасибо. И мы все еще там смотрим себе в глаза на этом портрете. И что-то очень важное сейчас может проявляться. И ты можешь даже взять виртуальную ручку или бумагу, листок бумаги и прямо там в пространстве записать эту фразу или это слово. Это возможно. Твоя задача запомнить. Запомнить. Хорошо? Может быть, сейчас, глядя на свой портрет, ты лучше понимаешь себя. А затем без предупреждения изображение исчезает. И перед тобой на стене оказывается пустая рама. ты делаешь глубокий вдох. Тебе еще столько хочется узнать, понять. ты отступаешь назад и замечаешь, что вся галерея снова освещена. Возможно, тебе казалось, что это длится целую вечность. Только хочется еще узнать или спросить. Но время возвращаться. И ты поворачиваешься к двери и делаешь к ней шаг. И на мгновение ты останавливаешься у двери и слышишь голос. Это твоя галерея. Это дверь, которая всегда открыта для тебя. Ты можешь изучать то, что ты видел или видела сегодня или в удобный, подходящий для себя момент. Вспоминая уроки прошлого, ты формируешь свое будущее. Дверь медленно открывается. Золотой или голубой свет охватывает тебя, поднимает, благословляет. И ты переступаешь порог. Дверь закрывается за твоей спиной. Теперь ты знаешь, что она уже никогда не будет прежней. И эта дверь никогда не будет закрыта для тебя. Она всегда открыта. Всегда, когда ты вспомнишь. Всегда, когда ты захочешь в нее заглянуть. Теперь ты знаешь. Ты опять осторожно касаешься надписи со своим именем на двери. А может быть, имя уже поменялось? И ты начинаешь возвращаться. Может быть, ты замечаешь тихую внутреннюю улыбку. Может быть, есть чувство удивления. И ты видишь золотую лестницу и легко поднимаешься по ступенькам, проходя сквозь серебристую и туман. Ты несешь с собой вновь обретенное чувство понимания. Ты уже никогда не сможешь смотреть на тех двоих с портретом по-прежнему. Потому что теперь ты можешь видеть ясно и чувствовать себя по-новому. И вот, когда ты выходишь из тумана, яркий свет, может быть, солнце светит тебе в лицо, и там, за закрытыми глазами, ты делаешь глубокий вдох и мысленно находишь себя здесь, в своем теле, в своей квартире или в том пространстве, где ты находишься, откуда началось твое путешествие в глубинном себя, в глубинном своей памяти. может быть, ты уже потягиваешься своим телом очень мягко и бережно, пошевели руками и ногами. И со следующим вдохом открывай глаза и возвращайся. Добро пожаловать! Ты здесь! Ну и я рефлексирую свои состояния, которые проживались в момент прохождения этой практики, и меня начал душить кашель именно на месте, где нужно было что-то сказать, написать, фразу, выразить. Я об этом подумаю чуть позже, когда мы закончим эфир, я досмотрю, дослушаю, что же у меня там застряло. И вы можете тоже, вернувшись, написать нам в общий чат, как это было для вас, кто делал, у кого получилось. Помните, что это галерея вашей жизни. И дверь, доступ всегда открыта, всегда, когда вы вспомните, всегда, когда захотите заглянуть чуть глубже. И, конечно, в преддверии Нового года, подводя итоги определенных периодов, может быть, этого 2023 года, мы можем созидать, моделировать, желать лучшую реальность. Как для себя лучшую реальность, это качество отклика на реальность. Как для себя, так и для своих близких, так и для всего человечества в целом. Это огромный труд, который мы можем так оставлять в служении жизни. И вернусь в начало нашего разговора, что я вернулась только что из паломничества по Индии. Это было именно паломничество, это была не экскурсионная поездка, а именно паломничество, когда потребность моей души говорила, я хочу одеть сари, я хочу себя чувствовать вот в этом саре, вот в этих украшениях, вот в этих храмах, и я хочу быть с группой таких же соратников, друзей, искателей, единомышленников. Нас было около пяти тысяч, около пяти тысяч со всего мира. И для маленькой деревни Бриндавана это было тумач, как заметно. но я что хочу сказать, это мой след, это моя молитва, которую я так выбираю оставить на планете Земля. Конечно, мы делаем свою работу, каждой свою, как? Качественно, с любовью, кто-то в медицине, кто-то в инженерии, кто-то водительством, не важно, что мы делаем, важно, как. И это наше служение и чему-то большему. Поэтому хорошо бы об этом помнить, друзья, я вам желаю, пусть эта жизнь будет лучшим вашим воплощением. Пусть эта жизнь будет лучшим вашим воплощением. У меня ноль сомнений, что мы действительно живем в лучшем воплощении. Просто нужно это осознать, признать и зафиксировать здесь в нашей ментальной разумной части. Это наше лучшее воплощение. Поэтому мы трудимся, создавая лучшую версию себя. И если есть вопросы, можете написать. У нас еще буквально 5 или 10 минуточек есть. Надеюсь, кто погружался, все вернулись. Да? Кто послушает завтра в записи, можете писать комментарии. Мы ответим на все. Спасибо. Конечно, вы знаете, что нужно пить много воды, когда мы практикуем. Да, друзья, пожалуйста, поделитесь, как вам практика. Еще раз хочу сказать, что вы можете делать ее как самостоятельно, так и прийти с нами в группе ее сделать. И я думаю, что в следующем году мы запишем ее, и она будет в открытом доступе на ютубе. Вот, так что планы простраиваются на следующий год. Наша задача прийти в мирное состояние души с миром в душе хотя бы к концу года, хотя бы к концу года, чтобы сделать из этого нового состояния вдох на следующий период нашей жизни. Мария, ну я думаю, что можно завершить наш эфир. Да? Да, Ольга, хорошо, завершаем эфир, благодарим тебя и до следующего года. Запись будет здесь в чате, поэтому для тех, кто не успел к нам присоединиться в онлайн, будете в оффлайн. Да, запись выложена. Да? Хорошо, я с вами прощаюсь, дорогие друзья, всех благ, всех благ, всего самого доброго, пока-пока. Спасибо, всем до свидания. Пока-пока. Пока-пока.